Слава웃음mi, Sufezinn alguns stated thus, as alhamdulillahi Rabbil alameen, wa al el-aqaba tul ni l-muttaqeen, wa salatsu wa ssalamu al啓afil anbiya'i wal mursaline, Nabiater Muhammeda wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabihum di ihsanin ilai yawmiddin. Radhinessi Allahi Rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallAllahu alayhi wa sallam unda 90% wa baba'd asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, уважаемые братья и сестры, помилREYся Всевыш후 allahu subhanahu wa ta'alai, Мы собрались с вами на этот урок от Тафсира. Сегодня у нас с вами Сура Альфил. Сура Альфил, Слон, переводится как Сура Слон, 105-я Сура Священного Кур'ана. Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'але, сказал в этой Суре, Ауузу Биллахи Мина Шайтони Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим. Арусаля Алейхим Тайран Абабил, Тярумихим Бихиджаратим Минхасиджил, Фаджааля Хум Ка Асфим Маккуль. Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'але, сказал, Разве ты не видел, обращение к пророку Мухаммаду, Салаллаху Алейхима Салям, что сделал твой Господь с владельцами слона? Разве он не запутал их козни и не наслал на них птиц стаями? Они бросали в них камни из обожженной глины и превратили их в подобие изъеденных, из засохших злаковых листьев. Мы, как обычно, уважаемые братья и сестры, берем перевод в Кур'ана, как обычно в Кур'ане написано в переводе на русский язык. Но, иншаллах, углубимся с вами в Тафсир и поймем то, что арабский язык, красота арабского языка, глубина вот этого, какой он богатый арабский язык. И мы поймем, что такое как бы каждое слово, каждое слово, которое в Кур'ане, в этой суре. То есть на русский язык так переводят, а что оно означает, что есть несколько значений тех или иных терминов. Во-первых, уважаемые братья и сестры, сурат-эль-Филь переводится как слоны или слон. Сура мекканская, Макия. И Аллах, субханава та'аля, в Кур'ане, если мы почитаем с вами Кур'ан, то есть несколько сур, которые называются именами животных. Если взять по Тартибу, если взять по... Первый начинает с сурат-эль-Бакара. Аллах, субханава та'аля, в Кур'ане, в сурат-эль-Бакара сказал, Аллах, субханава та'аля, повелевает вам принести жертву Бакара. То есть история, которая была с иудеями. Аллах, субханава та'аля, повелел принести жертву Бакара, корову. Вторая сура, которая названа названием животного, это сурат-эль-Нахль, пчелы. Аллах, субханава та'аля, сказал, Аллах, субханава та'аля, внушил пчелам, чтобы они взяли в горах для себя дома. Сурат-эль-Намль, муравьи, где Всевышний Аллах, субханава та'аля, упомянул муравья и сказал, Когда муравьиха обратилась к другим муравьям, сказала, То, что, о муравьи, заходите в свои дома, поистине идет Соломон, Сулеймана, алейсалам, со своим войском. Они могут вас растоптать, не заметить вас. Сура, ал-анкабут, паук, где Всевышний Аллах, субханава та'аля, сказал, То есть, те, которые взяли для себя покровителя, кого-то, помимо Всевышнего Аллаха, субханава та'аля, Подобно тем, которые для себя, подобно пауку, аль-анкабуту, который, Подобно тому пауку, который взял для себя дом. То есть, из паутины. Самый такой легкий дом, это строение, это дом, аль-анкабута, дом паука. И также сурат-эль-Филь. Сура, аль-Филь, Слон. И самое интересное, уважаемые братья и сестры, то, что Филь, вот это вот хадис от Уль-Филь, То, что случилось сейчас этой историей, мы с вами расскажем, упомянем здесь, иншаллах. Эта история не приводится нигде в Куране, кроме как в этой, в одной суре, Филь. Если посмотреть, например, историю Муса, алейсалям, с Ферауном, Во многих сурах повторяется эта история. Или взять Накатю Салих, верблюдица Салиха, алейсалям, во многих сурах повторяется. Или Сафина, это Нух, Ноев Ковчег, повторяется во многих сурах. Но, однако, Филь, вот это вот то, что случилось, вот эта история со слонами, Она нигде не упомянута, кроме как в этой одной суре. В этой суре, сура Аль-Филь. Почему здесь ученые говорят, первое, Аллах Субхану Ва Та'ля в Куране сказал, Таким образом, о Мухаммад, Таким образом, о Мухаммад, мы тебе рассказываем историю о посланниках, для того, чтобы укрепить твое сердце. Если посмотреть, те истории, которые повторяются в Куране, они связаны с посланниками, с пророками, и связаны с тагвибом, то, что народы не уверовали в посланников, народы не уверовали своим пророкам, которых Аллах Субхану Ва Та Раим к ним посылал. Однако здесь эта история с филем, история со слоном, она не связана с пророками, не связана с посланниками. И также ученые говорят, почему она не повторяется нигде, кроме как в этой суре, дабы курайшиты не возгордились этим над посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Эта история Аллах Субхану Ва Та Ра говорит, Неужто ты не видел, о Мухаммад, не видел ли ты то, что Аллах Субхану Ва Та Ра сделал с владельцами слона? Здесь Тара видел, имеется в виду, то есть именно видел своим сердцем, а не глазами. Почему? Ведь это случилось до рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Некоторые ученые говорят, что это за несколько лет до рождения пророка Мухаммада, некоторые ученые говорят, что это до его рождения примерно за 50 дней, ведь это совершилось в месяц Мухаррам, Пророк Мухаммад, по большинству источников, рождился в месте Рабия Аль-Авваль. И это было как то начало, то, что должно как вступление перед рождением посланника Аллаха. Вот это история, которая совершилась, которую Аллах упомянул в Куране историю, это как вступление, то, что вот скоро придет Пророк Мухаммад. Был такой человек, его звали Абраха. Он жил в Йемене. Йемен, если посмотреть по карте, она находится на юге Персидского залива. То есть, если из Персидского залива направляться в сторону юга, именно в сторону Йемена. Если, например, из Мекки, то там нужно проехать через город Таев, через город Аль-Баха, и потом уже приближаешься к Йемену. На тот период, в тот момент Йемен, Йеменом правил Аль-Хабдаша, Эфиопцы правили Йеменом. И был главный царь у них, Наджащи, который жил в Йемене. Представитель же у Наджащи в Йемене был Арьят. Звали его Арьят. Высокий, мощный, здоровый один из представителей царя, правителя эфиопцев. Также параллельно был Абраха. Абраха не был высокого роста, не был мощным, но, однако, был он очень сильным политиком. Очень хорошо разбирался в политике. И на тот момент эфиопцы в Йемене разделились на два клана, так скажем, на две группы людей. Одна группа шла за Арьятом, другая группа шла за Абрахой. На что Абраха предложил Арьяту, давай мы с тобой вступим в бой, и кто из нас победит, то эфиопцы перейдут к ним. То есть, зачем нам два правителя, зачем нам тут два лидера, пускай один лидер из нас останется. На что Арьят согласился, и они начали воевать, сражаться. А всегда рядом с Абрахой ходил его гулям, ходил его помощник, звали его Атьвода. Когда замахнулся, сам Абраха был христианином, когда он замахнулся мечом, хотел ударить по голове, убить Арьята, промахнулся и попал ему в нос, отрубил ему нос. В тот момент сзади помощник у Абраха Атьвода вышел с ножом, пырнул Арьята, и Арьят умер. В этот момент надзающий правитель эфиопов, эфиопский правитель, очень сильно обиделся, и это ему разозлило его, то, что как так, Абраха убил моего представителя. И на что он сказал, что то есть я растопчу его землю, имею в виду Йемен, и вырву из него волосы, из этого Абраха. Абраха сам был очень таким сильным политиком, и тогда написал письмо Наджащу, правителю, и сказал, то есть написал в этом письме и сказал царю, поистине Арьят был твоим рабом, и я тоже твой раб, и мы поспорили с ним из-за любви по отношению к тебе. То есть вот так вот посмотрите, как он начал свое письмо писать, дабы зайти как бы в сердце правителю этому Наджащу, чтобы он его полюбил. И на что он сказал, он побрил свою голову, Абраха побрил свою голову, собрал свои волосы, и также взял землю Йемена, положил в сундук и отправил Наджащу. И вместе с этим письмо. Арьят был твоим рабом, и я твой раб, и мы поспорили из-за тебя. А в политике я лучше понимаю, чем Арьят. В политике я лучше понимаю, чем Арьят. И я слышал то, что ты поклялся, то, что вырвешь из меня волосы и растопчешь мою землю. Вот мои волосы я отправил тебе, и вот земля Йемена, растопчи ее. Туда бы ты не нарушал свою клятву. И эти слова проникли глубоко в сердце Наджащу, и он его оставил. И оставил своим представителем в Йемене. На тот момент, уважаемые братья и сестры, еще не было маба'атеннаби, еще пророка Мухаммада не было арабы, которые жили в Мекке, которые жили в Мекке, они поклонялись идолам, но также поклонялись и Всевышнему Аллаху. Еще со времен Ибрагима, они делали обход вокруг Каабы, делали хадж. И все люди собирались всегда в Мекку, приезжали в Мекку. Почему? Потому что там есть Каабы, потому что есть там Бейтуллахи, даже несмотря на то, что они были язычниками. И там это очень такой, с точки зрения экономики, прибыльное место было, где они продавали свои товары. И на тот момент Абраха написал в письме на Джащу и сказал то, что я построю для тебя храм, такой храм, который еще не строился ни для одного исправителя. Большой для тебя храм, и будет это лучше, чем Кааба, будет более величие, чем Кааба, и арабы будут приезжать уже не в Мекку, а будут приезжать к нам в Йемен. И назвали эту Канису, этот храм назвали Кул-Лейс. Это понравилось на Джащу, но однако арабов это разозлило. И один из арабов то есть Аллах в Коране говорит то есть те, которые там гадают в некоторые месяца и так далее, один из этих мужчин из арабов разозлился и направился в Йемен. зашел в этот Кал-Лейс, в этот храм и справил там свою большую нужду. Справил свою нужду в этом храме. Тем самым он хотел бы как бы унизить и показать, смотрите, что я справил свою нужду в вашем храме, это не то место, дабы люди сюда приезжали. Кааба, пускай они ездят в Каабу, а ваш Кал-Лейс как бы не имеет значения. И здесь я бы хотел остановиться, уважаемые братья и сестры, и здесь есть мас'эля мухимма, очень важное, что этот человек по-своему хотел что-то исправить и сделать хорошее дело, чтобы люди направлялись к Аабу, еще к тому храму, который был со времен Ибрахима, алейс-салям. Но однако он хотел что-то сделать хорошее, но к чему это привело? Поэтому человек, если когда-то что-то хочет сделать хорошее, он должен смотреть, чтобы это его поступок не привело к чему-то, какой-то фитнес, чтобы не привело это к какой-то смуте, не привело, то что он должен быть уверенным и знать и понимать, то что его поступок приведет к лучшему или как минимум не принесет это никакого вреда. На этот момент Абраха очень сильно разозлился и собрал войско и сказал я разрушу Каабу. Я разрушу Каабу, собрал слонов, а арабы они всегда возвеличили этого животного, то есть для них это считался сильнейшим таким как бы животным, мощным животным, больше, более даже, чем верблюд, чем конь, слон это, и не у каждого это было. Восемь, говорится, в реваятах 12 слонов, в других реваятах больше, чем 12 слонов, собрали, собрал Абраха войско, направился в Мекку, чтобы разрушить Каабу. Впереди был слон, главный слон, на котором был Абраха, его звали Махмуд, и кунья его была Абу Аббас, называла его этого, своего слона. По дороге встретили в Йемене одного из арабов, которого звали Зунафар, и он хотел остановить это войско. Тогда Абраха схватил его, хотел его убить, но оставил, взял его в плен. Дальше они, когда шли в сторону Мекки из Йемена, проходили мимо Кабиля Хаси'ан, клан, племя, которое звали Хаси'ан, и в это племя вливаются еще два других племени, это Нахис и Шахран. У них правитель, главный был Нуфейль ибн Хабиб Аль-Хаси'ани. Нуфейль ибн Хабиб Аль-Хаси'ани. Он тоже хотел остановить Абраха, но у Абраха было такое мощное войско с этими слонами, он не смог его остановить, Абраха его тоже взял в плен. Дальше, когда проходили, прошли мимо Са'киф. Са'киф это те, которые поклонялись идолу Аль-Лят. Слышали в Коране, как сказали Аль-Лят, Аль-Уззе были идолы. Вот они поклонялись Абраха, Абраха, которые звали Аль-Лят. И когда они встали перед Абраха и спросили, что ты хочешь, разрушить Аль-Лят? На что она ответила, Ла, инна ма агсудуль ка'бе. Нет, говорит, мне Аль-Лят ваш не нужен, я хочу разрушить Ка'бу. И они открыли ему дорогу, и он дальше пошел. После этого встретились с одним из арабов, которых звали Абу-Ригаль. Абу-Ригаль, это можно сказать, как Иуда, предатель, сейчас вы поймете, он им показывал дорогу в Мекку. Он говорит, идемте, я вам покажу, где находится Мекка, где находится Ка'аб. То есть он предал арабов. Он предал арабов, поэтому даже потом по дороге, когда шел, умер рядом с Вади Аль-Мухаммас. Вот такая долина, которая называется Мухаммас, рядом уже с Меккой. И там его похоронили. И были раньше такие два поэта, Джарир и Фараздак. И они всегда между собой, когда писали какие-то стихи, поэмы, всегда между собой соревновались, друг друга бывали там что-то, там стихами, как бы хотели унизить. То есть я хотел, например, один поэт сказать, мои стихи лучше, чем твои. И когда умер Фараздак, Джарир сказал, он сказал, и всегда кидали камнями, как бы унижали, могилу даже, после смерти, могила Абу-Ригаля. Когда Абраха со своим войском приблизился к Мекке, сказано, где он был, около где Худайбия, а тут там он остановился, не заходил в Мекку. Послал одного из своих гонцов, Аль-Ас-Сивадды, его звали Ас-Сивадды, он пошел, с ним пошло войско, зашли в Мекку и забрали там все, что у них было. То есть их конницы, их верблюдов, и забрали на тот момент 200 верблюдов, которые принадлежали Абдуль-Мутталибу, дедушке, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Также на тот момент, уважаемые братья и сестры, у Курайшитов не было правителя, в Мекке не было правителя, но был как Аксакал, как старец главный, этот на тот момент был Абдуль-Мутталиб, дедушка, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Также Абраха послал другого своего человека, которого звали Хината Аль-Химейри, Хината Аль-Химейри, он послал его для того, чтобы найти вот этого главного из Курайшитов, старшего человека, чтобы он его привел и поговорил с Абрахой. И тогда он, когда спрашивал, кто у вас главный, все показали на одного человека, Абдуль-Мутталиба, он был высоким, красивым, смелым, а как же нет, ведь из него пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, на тот момент, когда Абраха, когда его привели к Абраха, Абраха сидел на троне, на Курси. И на что, на тот момент, когда зашел Абдуль-Мутталиб к нему, к Абрахой, Абраха не хотел, чтобы он с ним рядом садился, бедуин садился с ним рядом на трон. И также по своему ахляку, по своим нравственным качествам Абраха не хотел, чтобы он сидел на троне, Абдуль-Мутталиб, как бедуин, как бы униженном положении сидел на полу. Абрахас лез со своего трона, со своего курсия и сел рядом на землю, рядом с Абдулмутталибом. И начал тогда обращаться к Абдулмутталибу и сказал Абдулмутталиб, то есть обратился к нему и сказал, я не хочу вас убивать. Я не хочу ваше богатство. Ничего мне не нужно. Я сюда пришел, чтобы разрушить Каабу. Откройте мне путь, уходите. Я разрушу и вернусь обратно. Но если вы начнете со мной воевать, то я тоже, посмотри на моего войска, я начну с вами воевать и вас всех уничтожу. И на тот момент Абдулмутталиб, он дал ему слово, что ты хочешь? Теперь ты говори, Абдулмутталиб. Посмотрите, что сказал Абдулмутталиб. Он сказал Уриду Мятейннак, говорит, я хочу свои 200 верблюдец обратно вернуть. В этот момент Абрахас разозлился на него, и он упал в его глазах. Говорит, как ты просишь 200 верблюдец своих, почему ты меня не просишь, чтобы я оставил как бы в покое, чтобы я не разрушил Каабу? Почему ты от меня этого не требуешь? Чтобы я не разрушил Каабу? А ты требуешь от меня 200 верблюдов всего лишь своих. И на что он ответил, и эта поговорка среди арабов стала известна, на что он ответил, Он говорит, я владелец своих верблюдов, а у Каабы есть владелец Господь Аллах, который защитит Каабу. Я-то верблюды, они мне принадлежат, я их хозяин, а у Каабы есть свой хозяин, Аллах, и он его защитит, этот дом, защитит Каабу от тебя. Он сказал, и запретит тебе разрушить Каабу. На что Абрахас сказал, сегодня мне никто ничего не запретит. Тогда Абдул-Муталиб сказал, санара, давай посмотрим, хорошо, увидим, запретит или нет, санара. Дали ему, вернули ему 200 верблюдов, вернулся он в Мекку, обратился к своему народу и сказал, поднимайтесь на горы, покидайте Мекку. Вы не сможете сегодня справиться с Абрахой и с его войском. Мощнейшее войско, вы не сможете с ними справиться. Поднимайтесь на горы. В этот момент Абдул-Муталиб вернулся, подошел к Каабе, говорите, вырываете то, что взял за ситар, за кисву. В другом реваете халака, аль-баб схватился за кольцо двери Каабы и сказал, это они говорили, язычники говорили, то есть в этом, как бы, в своей некой мольбе Абдул-Муталиб обратился ко Всевышнему и сказал, о, мой господь, поистине, то есть я все предотвратил от себя, к себе подход им запретил, и ты также запрети подход к твоему дому, к тебе. То есть, несмотря на то, что они поклонялись идолам, они также молились, молили Аллаху Субхану Ва Та'Аля. И после этого он поднялся на горы, и в этот момент Нуфейль ибн Хабиб, тот из которых правитель Хаси'ана, который был главный, вот из этих двух кабилетейн, которые мы сказали, Нахис и Шахран, которого они взяли в плен, он подошел к главному слону, слона которого звали Махмуд, Абул-Аббаз, и сказал ему на ушко, убрук, Махмуд, убрук, то есть сядь, Махмуд, не иди, не иди в Мекку. Говорит, ни в коем случае не заходи в дом Аллаха в Аль-Харам, не вздумай разрушить Каабу, вернись спокойно домой в Йемен. Субхану Аллаху. И вот здесь вот, уважаемые братья и сестры, хотелось бы чуть-чуть остановиться и с вами задуматься. Если Аллах Субхану Ва Та'Аля кого-то защищает, что-то защищает, никто не сможет это изменить, если что-то Аллах Субхану Ва Та'Аля захотел. Какое бы большое войско не было, как у Абраха, что в этот момент произошло? Аллах Субхану Ва Та'Аля в этот момент послал им птиц, стаю птиц. И самое интересное, когда вот этот слон Махмуд, он не смог, его как бы парализовало, он не смог идти в сторону Мекки, в сторону Каабу, его убил Абраха, он не идет, в сторону запада идет, в сторону востока идет, обратно в Йемен возвращается, на сторону Каабы, как будто его парализовало. И в этот момент Аллах Субхану Ва Та'Аля отправил к ним хиджары, отправил их в Тайран Абабиль, стая, стая птиц. Много птиц к ним полетело. Сказано, говорится, что это Минджихад Аль-Бахр, то есть эти стаи птиц прилетели со стороны моря, и закидало их камнями. Некоторые из этих, кого закидало, они тут же умерли. Некоторые умерли, возвращаясь домой в Йемен, а некоторые вернулись в Йемен, так же, как и Абраха, дабы рассказать эту историю, то, что с ними случилось, своему народу, и там уже умерли. Сиджиль, то есть у них, как говорится в реваяте, у этих птиц, много-много, что сказано про этих птиц, говорится в одном реваяте, то, что они были белыми, в одном реваяте, говорится, что они были большими, в другом реваяте, то, что они были маленькими птицами, у каждого было по три птицы, по три камушка, один камень был во рту, по два камня, получается, в ногах, то есть три камушка. Сиджиль, то есть имеется в виду, один из реваятов Сиджиль, имеется в виду глина, которая долго грелась в огне и стала уже как камень. В другом реваяте, то, что это были камни, в оболочке, то есть из огня. И вот такими, такими стаястами с разных сторон прилетели много-много птиц и начали забрасывать, закидывать их камнями. И они стали как Асфим Маккуль. То, что мы с вами еще раз вернемся к переводу. Асфим Маккуль переводят здесь на русский язык подобное изъеденной, иссохшей злаковые листья. Но это один из переводов. Асфим Маккуль также переводится, они стали, эти люди, Абраха, его народ, подобно Тибин. То есть это то, что кушает животное. Некой такому траве, превратились в траву, в листья какие-то превратились. Также говорится, это некие такие в орешки превратились без кожуры. И также есть в Ревайате, сказано, что это то, что кушает животное, и потом из него выходит. То есть подобно навозу. То есть вы это превратились, то есть не что превратились они. Субханаллах. И почему Аллах, субханалла, послал им именно птиц, здесь ученые муфасиры говорят, два ревайата. Первое, ли тахкир, чтобы унизить их. Уничтожить, то есть унизить, то есть показать. Абраха, ты со своим таким мощным войском, то есть ты хотел выйти против Аллаха, субханаллах. То, кто хочет выйти против Аллаха, субханаллах, его уничтожает. И как уничтожает? Птички тебя уничтожили. То есть не надо было даже Аллах, субханаллах, посылать ангелов против тебя. Птички, маленькие птички тебя уничтожили, закидали камнями. Подобно тому, как намрут, фараон во время Ибрагима, который говорил, возгордился и говорил, я Аллах, я оживляю, я умертвляю. И что, как Аллах его уничтожил? Послал ему маленькую комарик, который залетел ему в нос, какой-то насекомый, и там в мозгу у него жил и умер. То есть он еще мучился. Или как джуч-маджуч, который будут все охватывать, и стрелять у него будут стрелами, в небо стрелять. Как они умрут? Зайдут к ним насекомые через нос и уничтожат их. Субханаллах, здесь Аллах как бы их унижает, несмотря на твою гордыню. Вот ты что, птички тебя уничтожили. Другой же ревайдли, тазим, то есть возвеличенное. Тайрон адабиль. Адабиль это стая, стая птиц, и слова адабиль, такого нету, муфрада, нету в арабском языке единственного числа, только множество числа. Много-много-много-много-много-много птиц со всех сторон налетели, как одна стая и закидали их камнями. Поэтому много здесь разные реваяты, но основное, что мы должны с вами понять, то, что это были птички, они их закидали камнями, которые были в оболочке из огня, или глиняные камни, которые обгоревшие, мощные такие камни. Интересно, что именно как они умерли, то, что говорится в Тафсире, то, что залетали это им камень через голову, внутри все их прожигало, и их части тела, они просто сыпались. Вот так Аллах их уничтожил. Поэтому, уважаемые братья и сестры, то, кто хочет, астахфурллах, воевать с Аллахом, то, кто хочет возгордиться, астахфурллах, над религией, над Всевышним Аллахом, над шаайр, над местностью, святой местностью, над святыней Всевышнего Аллаха, то есть он обязательно будет уничтожен, обязательно Аллах его уничтожит, и в этом даже спор нет. Он в любом случае проиграет. И самое интересное, уважаемые братья и сестры, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхимуссалям, это было как ирхаз мукаддима ли мадахи Наби, саллаллаху алейхимуссалям, это было как пришествие, то есть что-то начало к рождению, к пророчеству последнего пророка, посланника, саллаллаху алейхимуссалям, вот это хадисы туль-ибль, хадисы туль-филь, то, что случилось со слонами, это как начало вступления, то, что вот-вот скоро родится последний на земле пророк, печать всех посланников, Мухаммад, саллаллаху алейхимуссалям, родится в Мекке, и Аллах, субхану и тааля, зачатил эту Мекку, зачатил дом свой, так как там родится последний из пророков, печать всех посланников, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхимуссалям. Когда уже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхимуссалям, будучи посланником на своей верблюдице, которая звала ее Касва, проходила эту местность, шел из Медины, там на тот момент его верблюдица Касва как бы ее парализовала, и ослушалась, как будто она начала слушаться посланника Аллаха, и остановилась на этом месте, именно там, где были слоны. И некоторые из своих цехов сказали, халатен-касва, халатил-касва, то есть ослушалась Касва, на что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхимуссалям, Говорит, она не ослушалась, это не ее гылка, это не ее нравственность, это верблюдица, она меня не ослушивается никогда. Говорит, ее остановил, то что остановил, то что здесь, именно на этой точке, произошла вот эта вот история со слонами. Также говорится в одном из реваят, то что это местность между Мина и Муздалифа. Примерно за 50 дней, в других реваят говорится, за несколько лет, но более достоверно за 50 лет, извините, за 50 дней до рождения пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. И здесь есть очень важная вещь, уважаемые братья и сестры, посмотрите, ведь Абраха, Наджащи, они были христианинами, они ближе к пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, чем язычники, арабы, которые на тот момент поклонялись идолам. Но почему Аллах, субхану алейхи, их уничтожил? Несмотря на вероисповедание, какой бы вероисповедание человек ни был, если он совершает зульм, если он совершает притеснение, если он тиранствует, то Аллах, субхану алейхи вассалям, быстро наказывает. То Аллах, субхану алейхи вассалям, быстро наказывает. Если брат брата в чем-то притесняет, например, два брата, два мусульмана, если он другого притесняет, обманывает его, забирает его богатство или еще что-то, то Аллах, субхану алейхи вассалям, просто так это не оставляет. Или в этой жизни что-то у него с ним случится, или в судный день, где более серьезный расчет, где более страшный этот расчет. Как сказал просланник Аллах, субхану алейхи вассалям, сказал, хасибу, каблян ту хасибу, рассчитывайтесь в этой жизни перед тем, как возьмут расчет с вас. Бисмилляхи рахмана рахим. Разве ты не видел? Обращение к Мухаммаду, субхану алейхи вассалям. Разве ты не видел? То есть, разве ты не видел? Посланник Аллах, субхану алейхи вассалям, не видел. Мы сказали, что это, то что сердцем он, салалуа алейхи вассалям, это прочувствовал. То, что ему потом об этом рассказали также. Почему Аллах, субхану алейха, говорит, не видел ли ты? Мухассиры говорят, одно из мнений, то что это уже случилось. То есть, это случилось, как бы, и Аллах, субхану алейхи вассалям, как бы здесь ставить точку, это совершилось, это было. В другом ревайсе скажем, удивление, то есть как бы Аллах сказал, видел ли ты, что с ним Аллах сотворил. То есть такое событие, такое великое событие, что Аллах с ним и сделал, как Аллах их уничтожил. Разве ты не видел, о Мухаммад, что сделал твой Господь с владельцами слона? Разве он не запутал их козни? То есть они хотели совершить козни, хитрость, хотели разрушить Каабу, но Аллах против них же это сделал. И не наслал на них птиц стаями? Как бы здесь Аллах говорит, неужто Аллах не наслал на них стаями птиц? То есть видел, что совершили, видишь, как Аллах послал на них стаями птиц? Они бросали в них камнями из огня. То, что один из ревайтов в оболочке из огня, в другой ревайтов обожженная глина, когда долгая глина, когда долгого огня, она такая каменная становится. И превратил их в подобие, как мы в Тафсире говорили, или, то есть Аллах, что-то в такое, знаете, здесь несколько вариантов, несколько ревайтов, то есть или это навоз, или это то, чем питаются бахаим, то, чем питаются животные. Но что-то такое незначительное их превратил Аллах. Говорится также то, что первый, кто увидел их тела, это Абдуллах. Отец пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, побежал к своему отцу, рассказал своему отцу Абдуллу Талибу то, что совершилось. Также двое, которые, Сия-Кульфиль, те, которые, как бы путеводители вот этих слонов, которые шли из Йемена, они остались после этого в Мекке. Остались в Мекке, но они не умерли, а именно ослепли. Им попали эти камни в глаза, они ослепли, и они остались жить в Мекке. Сделали тяубу. Аиша, радаллаху альхи, за ними смотрела. И они были из тех людей, которые приносили еду во время хаджи, когда паломники приходили, они раздавали еду. Это то вкратце сегодня, уважаемые братья и сестры, о чем мы хотели поговорить. Сурат-эль-Филь, 105-я сура Священного Кур'ана. Пускай Аллах, Субхану Аталя, примет от нас и от вас. Инша Аллах, помился Аллаху Субхану Аталя. Следующий наш эфир будет в понедельник. Баракаллах фейкум, жамира. Берегите себя, своих близких. Саля Аллаху аля Набиина Мухаммад, аля алихи и сахбихи и сахмахин. Саляму алейкум, ва рахматуллахи и баракатуху.